Всем привет! Наверное, вы уже слышали такие выражения, как «этот актер хорошо играет второй план», «второй план роли», «вторым планом он сыграл» и так далее. Игра второго плана – это неотъемлемая часть любой большой роли. В нашей жизни, совершая простые физические действия, мы всегда думаем и чувствуем еще что-то большее. Так же и в роли актера. Если это не маленькая роль, где надо сделать что-то простое. Хотя, если задуматься, то в любой роли должен быть второй план. В нашей жизни мы всегда о чем-то думаем, что-то переживаем. Так что же такое второй план? В русской актерской школе первый осмыслил и сформулировал это понятие соратник Константина Сергеевича Станиславского – Владимир Немирович Данченко. Он так описывал второй план. «Это внутренний духовный багаж человека-героя, с которым тот приходит в пьесу. Он складывается из всей совокупности жизненных впечатлений персонажа, из всех обстоятельств его личной судьбы и обнимает с собой все оттенки его ощущений, его восприятий, мыслей и чувств». То есть второй план – это все то, что персонаж не показывает в жизни, но все то, что с ним происходило, все, что он чувствует и чувствовал. Давайте посмотрим пример второго плана в игре гениального актера советской эпохи Иннокентия Смоктуновского в роли Гамлета. Каким ничтожным, плоским и тупым «Мне кажется, весь свет в своих стремлениях. Какая грязь, и все осквернено, как в цветнике, порошен сплошь бурьян. Как это все могло произойти? Два месяца, как умер, двух не будет. И что ж, через месяц лучше не вникать. У женщины, вам ими вероломство. Нет месяца, и целые башмаки, в которых гроб отца сопровождала в слезах, как неопея. Я одна. Нет, не видать от этого добра. Разбейся, сердце. Надо стиснуть зубы. Этот пример очень хорошо показывает, что такое второй план. Так как здесь режиссер взял прием с озвучиванием второго плана героя. Мы слышим чувство Гамлета. Мы видим, как при легкой улыбке и внешней спокойности в нем просто бурлят мысли второго плана. Обстановка при дворе его раздражает. Он полон подозрений, но ничего не показывает. Мы лишь угадываем это по игре второго плана Смуктуновского. В этом фильме режиссер выбрал прием с открытием второго плана. На мой вкус, всегда интереснее разгадывать второй план. Но это к вопросу о режиссерских приемах и, возможно, к теме другого ролика. Но в нашем случае этот пример, этот прием очень удачен, чтобы показать, что такое второй план. Теперь в каждом фильме вы сможете разгадать, увидеть второй план. Но, конечно же, в хорошем фильме это сложная актерская техника. И не все, даже профессиональные актеры, ей владеют. Часто актер из фильма. Фильм играет, так скажем, одну роль. И это уже его амплуа. Часто есть такие амплуа, которые не подразумевают тонких психологических переживаний и как следствие второго плана. Таких фильмов также очень много. И насколько они интересны, это уже личный выбор каждого. Если есть еще вопросы по второму плану, пишите в комментариях. Всем пока!